В любом случае, в любом случае, значит, это больше 60%. То есть, по закону международным, Россия является не федерацией, а Россия, государство русское. И мы с вами должны быть государственно образующие элементы в нашей стране. Это не значит, что другие народы должны протесняться. Россия никогда, русские никогда никого не протесняют. Ведь, к примеру, что Идушко вернулся к тому же самому Сталину, он в детстве жесткий, но, да, правильно. Но, посмотрите, что, как чеченцы, допустим, крымские татары сейчас поднимают бой за то, что они были репрессированы во время войны. Но почему-то они говорят, почему они были репрессированы. Они не говорят, сколько десятков тысяч, а может быть даже сотен тысяч, за веки солдат и офицеров, были вырезаны. Вот, крымские татары, чеченцы и так далее, предательские. То есть, представляю, когда ранее лежали, переходили к ландокровке и взяли изборки. Извините. И за это деяги, в военное время, Сталин приказал выселить весь народ. Конечно, может быть, не все были участники в этом. Но, извините, а кто, кого выбирать? Выбирать через одного или через второго? Он их спас отместил. Ну, может, не знаю, спас отместил или нет, но тем не менее. Но самое интересное, что их высели на другую территорию, подальше от военных зонов военной действий. Титане пострадали. Ну, наверное, гораздо меньше, чем пострадали тем, кому не перерезали нотки. Не так? Как это значит? А для такой информации справочной, надо сказать, какие-то, так называемые, демократические Соединенные Штаты Америки, вы знаете, интересный факт, я узнал, буду титам. Оказывается, что во время войны, как бы началась война в Слипонии, когда было справочной войне в США. Сейчас мы не расшагиваем. 250 тысяч американцев японского происхождения были брошены в конслагерях. Они никого год еще не перерезали, ни один из них. А только за то, что они японцы. У них конрестовали все и всяк. И бросились на свадьерях, которые построены в пустыне Горизона и Невада. Очень хорошее место, да? 250 тысяч человек. Из них многие погибли. Им никогда никто ничего не вернул. И об этом все молчат. Все ничего не говорят. Очень демократические страны, как же сам США, на современном этапе, где интересная книга попалась, из 2200 племен и народов, которые жили на территории Северной Америки, когда она была якобы открыта, хотя это не так, открыться Западно-Европой, там было 2200 племен. На сегодняшний момент, я не это не сел, а на 97-й год. Из этих 2200 племен осталось только 500 племен. То есть 1700 племен народов из чеченских и селедов. Плюс на этих оставшихся 500 племен, общее население 500 племен составляет 800 тысяч человек. Из них некоторые племена имеют по нескольким десяткам, даже по нескольким человекам. То есть уже не племена. И это происходит именно сейчас, и что, понимаете, мне приходилось проезжать через резервации дети. Они сидят, на территории своей собственной страны. То есть земли, это почти непригодные, это полпустыни в пустыне. И если там что-то есть, что-то растительное, что-то камни столько, чтобы посеять, нужно десятилетие, чтобы очищать эти рубли. и так далее. И не дай бог, чтобы они найдут на территории резервации какие-то проездные скопа, и они ходят дальше, все больше в пустыне. И об этом они почему-то не говорят. И это страна демократии, которая кричит о том, что они правильно говорят, как нужно всему миру строить демократию. Ну и так далее, и так далее. Но самое интересное, мне кажется, то, что наши предки сделали шутенчок. Потому что, когда прибыли, другие расы, мы приняли беженцев, хотя наши предки тоже колонизируют эту планету, несколько раньше. То есть, жители земли, аборигеновские, седающиеся здесь, не только, на земле, ни одного человека, который имеет корни реальной земли, не существует. То есть, мы все, и наши предки, в том числе, колонизировали эту планету. Только наши предки приняли порядка 35-40 тысяч лет назад в беже других планет, которые пострадали, были уничтожены в результате войны, между черными и темными силами. Понимаете, очень много сейчас везде говорится о смертных силах, темных силах, вот сейчас, мы не знаем, ни одного не слышал, но за свечением полных идиотов, которые кричат, что мы, мы сатанисты, и так далее, в принципе, а вы знаете, что же, культуру сатана, это святая вода, переводится, а культ сатаны, это культ эндлюцифера. А вы знаете, что же так переводится от эндлюцифера? Светаноска. В несущий свет, скитоносный. Не понял, да? Ну, это вот не важно, как, то есть, кто хочет сказать? Понимаете, о чем получается? Я пока не никогда не слышал, ни от политиков, ни от общественных деятелей, которые говорили, что мы хотим плохого. Все говорят, мы хотим хорошего. Только вопрос хорошего для кого? Они не могут. Вы знаете, они говорят, истинную правду. Вот просто, как говорится, перед тем, как говорится, перед тем, молодой, они не соврали. Только вопрос, они почему-то не уточняют, кому хотят они хорошие. По крайней мере, нам с вами, они хорошего не хотят. Потом, просто, причины, смотрите, что получается. Вот, вы слышали информацию о том, что, допустим, это происходит уже сейчас, не в конце 17-го года, что в России порядка 2-х миллионов абортов. Да? Слушай, но почему-то забывают другую информацию. Да, аборт, и он плохой. Ну, почему нужно создавать условия, чтобы жители страны делали аборты, во-первых, скажем так, и приглашать соседей. Приезжайте к нам, мы даем вам возможность разведнуться. Зачем? Если, дать возможность им детям родиться, никаких, приглашать никого не нужно, а просто хотят приглашать тех, кого они не боялись. А почему тесно боялись? Не задумывались? Почему тысячу лет, в принципе, все дело в том, чтобы Русь и, не важно, как бы территориально название было, и Русь-царок пытались уничтожать и уничтожать. Почему там уничтожать? Как же почему? Просто потому, что кому-то кто-то ответил. Наши преды позволили наступили? Ну, надо сказать, что может быть позволить, чтобы наступили всем. Смотрите, что получается? Допустим, как владелин нашим китайцам? Значит, что китайская цивилизация кем была создана? Китайцы, как люди, которые создали, но кто позволит создал, кто им дал подбрание, которое должно было, чтобы это было создано. Мало кто знает, что, так сказать, у китайцев существует легенда о том, что то, что Китай имеет, то есть культура, знания и так далее, было передано китайцам, предкам китайцам, белым человеком, Хуан-Ги, который прилетел до, так сказать, налетающей коррекции своего языка говорить и научил их всему строить плотины, вращивать урожаи, строить домах, знания, письменность и так далее. Они делали три ревизии своего эротического письма, чтобы как можно дальше удалить его от того, что было империем нашей предки. Вы сказали, у одних белых человек придавших семья. Это легенда. Но интересно здесь, где легенда во всех дорожных не белых раз. Существует легенда почему-то, что белые люди приходили и давали им знания. Вот в этом я считаю ошибка нашего предки. Потому что это не то, что происходило. Потому что когда наши предки приняли бежество с других планет, причина это долго разговаривает, потому что не хватит времени все планет, наши предки эволюционно были далеко в перелине. Поэтому Россия что взрослый человек, имеющий высшее образование и ребенок в яснях. Представления у этого ребенка и взрослого человека, имеющего высшее образование неадекватные. Правильно? Так вот примерно был такой каждый разрыв. И наши предки решили помочь. Ну соседи приняли соседей. Помочь им подняться, чтобы они жили достойно человеческого облика. состоит. И начали давать знания, учить их и так далее. Это было и с китайцами, которые потом начали войну. И вот знаете, что опять-таки в 1700-ом году Петр Первый, если говорить с сегодняшним языком, ввел этот территорий уже именно его отчины, то есть западной провинции в московской тартарии так называемой. Ввел Ульяновский комедаль. Ну именно до 1700-ого года, до территории его территории существовал такой комедаль оцетворении мира, по которому сейчас может быть 7516-ый год оцетворении мира в Звездном Краме. Но оцетворение мира, опять-таки в Звездном Краме означает создание мира вообще какового, а наши предки сотворить и чить. Это заключение мирного договора после длительной войны между Древней Китаем и империей наших предков. Понимаете? Получилось следующее, что после того, как наши научились древних китайцев, и когда катастрофа произошла 13 тысяч лет назад, опять-таки долго рассказывали об этом, китайцы от этой катастрофы по странам меньше всего, и они решили воспользоваться от благодарения наших предков начать тяжелую войну, когда территория наших предков как раз пострадала колоссально. Но тем не менее эта война была выиграна, и была тяжелая война, и время заключения договора наши предки стали исполнить, как они, одну из точек отчета своей истории, скажем опять слово, прошлой культуре. Понимаете? но именно в 1700 году кто-то первого отменил. И оказалось, что момент отменил не только посчитать сколько, отнимите от 7500 в 2000, когда то время было 1200, чуть-чуть больше 300 лет назад, 1700. 500 тысяч лет, после заключения договора, он выбросил. И тем самым, легче было поддерживать теорию, что наши империи вырезали из яб до 50-го века, ну в самом лучшем седьмом веке, правильно? А вы знаете, что в седьмом веке, в седьмом веке в Европе стали уничтожаться и откалываться от нашей империи керевые правильцы, во главе которых стояли русы, династия династия моровиков, династия русов, их вырезали из захвата власти, и провинция откалывалась и такие изменения были происходили из-за того, что принадлежалась против Сморока, т.е. время тёмное, в смысле тёмное время не в том смысле, что это тепло вокруг а инвенционный период, когда отрезок времени, когда именно наиболее было приятным проявляется самое отрицательное, которое может быть у человека легко, т.е. легко скромоцировать и естественно наши враги этим воспользовались и они стали внедрять постепенно в создание белой расы корость, зависть и т.д. и т.д. и т.д. и на это у нас были предпосылки хотя наши враги не пытались бороться, но им, к сожалению, не удалось иначе бы мы с вами не оказались сейчас в том положении, в котором мы сейчас есть Вопрос, стоит ли опять-таки возражать то же самое, что было у наших лет я думаю, что стоит учиться на ошибках, на наших лет это не значит, что нужно, так сказать, выгонять всех и всяк я этих людей призываю, а то, что нужно опять-таки уважать тех, кто достой на уважение, помогать тем, кто достой на помощь и любить тем, кто достой на любви а не всякого, кто об этом кричит и поэтому еще, вот сейчас, то, что мне, с одной стороны, обиды и досады, что вот сейчас пытаются возродить именно так, как существовало раньше, до введения христианства во-первых, эволюции в любом случае повернуть назад невозможно и во-вторых, да не верить в наших летних богов las родители в к apex веке г мед